Здравствуйте! Это Азы Православия и я, Анна Макарова. Сегодня мы поговорим о детях и воспитании. И, как всегда, у меня в гостях отец Алексей, настоятель храма, святителя Николая в селе Оксинино. Здравствуйте, отец Алексей! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие друзья! Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с минувшим и еще продолжающимся пока что праздником преображения Господня и с наступающим праздником Успения. Отец Алексей, спасибо большое! Вот представим такую ситуацию. В семье рождается ребенок. Это долгожданное событие. И перед родителями очень часто возникает сложная задача выбрать ему имя. Как это сделать правильно? Ведь сейчас кому-то нравятся имена модные, кому-то библейские. Одни люди предпочитают благоозвучные имена. Вот что вы можете посоветовать? Ну, библейские имена в любом случае это прекрасно. Обычно сейчас мы, как делаем, смотрим по календарю церковному. Вот или день, когда ребенок родился, или день, когда ребенок крестится, какой святой. Ну, и часто бывает так, что уже заранее хотят, например, назвать Иваном, например, скажем, или Михаилом, или еще какое-то имя, там, Мария, там, Елизавета. Допустим, уже это имя есть. Можно посмотреть по календарю, какие цветы в какой день празднуются с этим именем. Ну, и смотреть уже вперед, так сказать, по календарю. Ближайший день, когда, значит, вот цветой празднуется. И в честь этого святого крестить. А, соответственно, день памяти этого святого будет днем именин. Вы знаете, в последнее время родители почему-то очень любят называть своих детей западными именами, красивыми, Доминикой, Мишелями. И вот потом вот растут такие дети во дворе с обычными Машами, Петями. Как вы считаете, вообще, откуда взялась эта мода? И, ну, должна она быть у нас вот в России? Ну, сейчас уже не первая волна, да, потому что, вспомните, 50-е годы тоже Эдуарды, какие-то еще тоже такие имена использовались. То есть мы, часто бывает так, когда уже взрослые люди с такими именами приходят, крестим с каким-то именем, которое, ну, имеется в наших святцах, то есть с именем, которое носили наши православные святые. Значит, соответственно, ну, подбираем такое имя, которое, ну, ближе по звучанию к тому имени, которое уже есть. Но иногда даже бывает и никакого нет совпадения. А какое будет основное тогда имя, которое в церкви дано или при рождении? Когда мы приходим в храм на исповеди, на причастие, надо говорить то имя, которое было дано при крещении. Но в идеале, конечно, лучше все-таки использовать имена из наших православных святца, чтобы не было какой-то вот такой ситуации, когда даже иногда вот сами люди забывают, вот с каким именем их крестили. А вот, кстати, о крещении. Когда лучше крестить ребенка? В младенчестве или все-таки в таком сознательном возрасте, когда ребенок или подросток сможет сам принять решение, хочет он креститься или нет? Ну, у нас в православной традиции мы, конечно же, призываем крестить детей, как можно раньше, после 40 дней после рождения, можно уже и думать о крещении. Откуда вот такая, скажем так, традиция у нас? Понятно, что ребенок еще пока что не может исповедовать символ веры, не может сознательно посещать храм и участвовать в таинствах. Но если родители, отец и мать, православные христиане ходят в храм, постятся, причащаются, конечно, логично, чтобы ребенок, который является плодом любви, благосостоянием Божьим, чтобы он тоже был этому приобщен. Это, скажем так, естественно, с точки зрения духовной. И получается, что мы в каком смысле крестим ребенка по вере родителей, ну и также по вере крестных родителей, которые призваны помогать христианскому воспитанию своих крестников. Если такой протестантский подход применять, что значит дождаться, пока дети повзрослеют, сами во всем разберутся, тогда пусть уже там крестятся или выбирают себе веру. Подход, конечно, такой рационалистический. И, в общем-то, его минус состоит в том, что, во-первых, в семье не будет духовного единства. Это раз. Два – то, что ребенок будет подвергаться различным влияниям, причем иногда достаточно таким вот коварным и ненапрямую через средства массовой информации, через интернет, через общение со своими сверстниками, будет подвергаться различным, ну достаточно опасным, скажем так, воздействиям. И никакой защиты у него не будет. Все-таки крещение – это усыновление Богу, это благодать таинств, это, скажем так, включит ребенка в благодатный контекст и большой церкви, в смысле прихода, на который ходит семья, и малой церкви самой семьи. И, знаете, это как прививка. Мы же прививаем детей от страшных и трудноизлечимых, а иногда и неизлечимых заболеваний. Также в данном случае благодать крещения. Вот раз мы заговорили о посещении церкви, вот расскажите нам, пожалуйста, когда лучше первый раз привозить ребенка в церковь? В младенчестве или уже немножечко, когда он подрастет? Ну, если мы крестим ребенка в младенчестве после 40 дней с его рождения, значит, дальше нужно привести ребенка к первому причастию. Конечно, он еще ничего не понимает. То есть младенца? Может даже плакать и все, да. Но, да, покрестили, надо сразу же причастить. И далее причащать, скажем так, может быть, не каждое воскресенье, но, может быть, не реже раз в месяц, вот так вот, чтобы вся семья пребывала в духовном единстве. Другое дело, что, конечно, когда мы причащаем младенца, желательно его приносить в храм, ну, скажем так, поближе к самому причастию. Если служба начинается, например, в 9, ближе к 10, начинается в 10, ближе к 11. Потому что, конечно, ребенка еще ничего не понимает, много людей, какие-то незнакомые вещи для него, звуки, он может начать плакать и прочее. Но показывает практика, что если начать вот ребенка причащать в младенчестве, то очень быстро он начинает привыкать к обстановке в церкви, наоборот, начинает ее любить и себя прекрасно ведет, и не плачет, и открывает ротик, и прекраснейшим образом причащается. Конечно, водить младенца на все ночные бдения, держать его на руках там 2 часа или 2,5 часа, это, наверное, неправильно, да, он еще и пока ничего понимать не будет, будет только там хотеть есть, кричать, там описываться и прочее. И иногда есть такие очень ревностные родители, и вот они приходят с младенцами, скажем, на вечернюю службу, ребенок плачет, он не дает самим родителям спокойно помолиться, он мешает окружающим, даже вот в лотаре слышно иной раз, да, это неправильно. Пока младенец еще ничего не разумеет, где-то после 3-4 лет, да, дети уже начинают впитывать и могут уже достаточно быстро привыкнуть себя спокойно, скажем, часок провести в храме. Можно уже брать, например, не к самому причастию после 3-4 лет, а, допустим, скажем, к началу просто литургии. Ну, или, скажем, за 40 минут до причастия. А как подготовить? Уже, так сказать, приучать к посещению храма. А как подготовить ребенка к первой исповеди? И во сколько это нужно делать? Вот по нашим канонам и правилам на сегодняшний день мы призываем деток приводить на исповедь, собственно говоря, начиная с 7 лет. И вот начиная с 7 лет, и предполагается, что они могут с утра ничего не вкушать. То есть вот иметь такой вот пост перед причастием. До 7 лет дети могут попить чая, съесть ложечку каши. Не надо, конечно, перекармливать. Конечно, важно даже для младенца, чтобы он понимал, что в церкви происходит что-то совершенно исключительное. В конечном итоге это встреча с Богом. Трудно, может быть, ребенку объяснить смысл таинства и так далее. Но есть какие-то очень простые слова, которые мы можем все-таки найти, объяснить, что в причастии Бог, что мы приходим в Дом Божий, что нам происходит встреча с Богом, что Бог есть любовь. Это потихонечку может ребенок начать понимать с того момента, когда он научился говорить. Конечно, к первой исповеди как подготовиться надо постараться найти какие-то такие слова простые, объяснить, что вот грех – это нарушение воли Божьей, что ты же сам знаешь всегда, когда вот капризничаешь, например, или там не слушаешься, что ты делаешь плохо. Вот, пожалуйста, непослушание родителям. Когда ребенок говорит неправду, когда ребенок, например, скажем, капризничает или проявляет агрессию, обижает маленьких братьев и сестер, там вообще маленьких, или, например, явничает на старших. Вот вам уже, пожалуйста, какие-то вопросы, которые можно... Ну, обычно мы священники их задаем детям, но, конечно, родители могут подготовить ребенка и ему что-то такое объяснить, задать ему сами эти вопросы. А как ты думаешь, хорошо ли, вот ты поступил, когда, скажем, там, отнял игрушку, или пожадничал, да, или позавидовал? Вот эти вот вещи, так вот с любовью, можно начинать разъяснять. Вот знаете, некоторые дети раньше развиваются, можно и раньше уже об этом начать говорить. Вот мы говорим, что мы приводим ребенка в храм Божий. А как нам ребенку объяснить, кто такой Бог? Кто это? Потому что маленький ребенок очень часто задает вопросы. Он не понимает, это нужно на примерах из книг, или нужно читать детскую Библию. Вот как нам объяснить, кто такой Бог? Ну, конечно, есть сейчас и детская Библия, и очень много книг для всех возрастов. Вот. И, значит, конечно, почитать, что это такое, попытаться объяснить. Кстати говоря, на самом деле и для взрослых очень полезно читать эту детскую литературу о вере. Потому что мы часто верим, да, и понимаем как бы в глубине души. А вот, например, объяснить даже собственному ребенку не можем. И это плохо. Вот недаром апостол Павел говорит, что мы, верующие, должны быть готовы дать отчет на нашем уповании. Но вот начинается все именно с того, что мы пытаемся разъяснить какие-то вещи, может быть, сложные, но очень простыми словами нашим детям. Мы их сами начинаем лучше понимать. Плюс ко всему, если младенца причащать вот с самого начала, после крещения, если вместе ходить в храм Боли, вместе молиться, если дети будут знать, что вот сейчас пост, даже не обязательно, скажем, детям до семьи это соблюдать пост. Там их можно подкармливать тем, что положено для детей. Но дети видят, что родители постятся. В целом, обстановка дома не такая, как в обычное время. Если они видят на примере родителей, как надо друг друга любить, друг перед другом смиряться, друг другу помогать, то, знаете, таких вопросов, на самом деле, каких-то вот каверзных, их и не будет возникать. Дети, они же не сразу включают рацию, они в основном все воспринимают от родителей. Потом уже, конечно, появляются товарищи. Ну, кстати говоря, у нас ведь есть прекраснейшие воскресные школы при храмах. Не каждый может владеть ребенка воскресной школы. Не каждый, конечно. Но если дома такая православная атмосфера, то каких-то таких вот вопросов, что называется, на засыпку не будет. Они могут появиться, знаете, потом уже в переходном возрасте. Но опять-таки, если дать вот такую духовную базу, начиная с детства, знаете, психологи говорят, что, на самом деле, основная какая-то информация на таком вот, скажем, подсознательном уровне закладывается до шести лет. Ну, мне кажется, что и дальше она продолжает закладываться, там, скажем так сказать, вплоть до юности. То, что мы усваиваем в это время, остается с нами на всю жизнь. Но все-таки то, что вот именно до шести лет, в шесть лет, в семь, в восемь мы закладываем, это действительно является уже таким вот базисом. И скорее дети будут с каким-то сомнением и недоверием воспринимать информацию, так сказать, другого порядка, то, что они могут впоследствии в школе, там, в общении с другими детьми, или, там, скажем, в средствах массовой информации услышать, чем то, что исходит от нас. Поэтому вот если мы неформально будем относиться к духовному воспитанию детей, помнить, что Господь, в первую очередь, ждет от нас не только, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они были сыты, там, одеты, чтобы они поступили в хорошую школу и так далее, а чтобы мы их именно в духовном плане на ноги поставили, вот, тогда, знаете, очень многие какие-то такие ситуации, они и просто даже не возникнут. Давайте поговорим о воспитании в современном мире, которое трудно себе представить без гаджетов, без компьютеров, без телефонов. Сейчас они имеют огромное влияние над детьми. Вот как оградить ребенка от этого влияния и в то же время не стать для него врагом? Потому что многие дети начинают обижаться на родителей, что им, например, не разрешают смотреть телевизор или играть в компьютерную игру. Как найти золотую середину? Наверное, родители, которые пекутся о своих детях, сами почувствуют вот эту грань. Потому что, конечно, телевизор не должен быть включен дома 24 часа, или там с утра все просыпаются, сразу включили телевизор. Это и для взрослых вредно, и для детей плохо. Значит, конечно, если мы не хотим посвящать нашим детям времени, молиться вместе с ними, читать им, разговаривать с ними, а хотим, чтобы они или телевизор смотрели, или вот в планшет уткнулись. И сами же им покупаем все эти вещи, которые, может быть, для, допустим, детей более старшего возраста не так были бы, скажем так, опасны, то есть не сформировалось бы этой привычки, этой зависимости даже так вот быстро. Нам хочется ребенка заткнуть, нейтрализовать, и мы, в общем, сами, как говорится, своими руками и губим. Причем еще за собственные деньги. Ясно, что телевизор должен для всей семьи быть как бы дозирован. Что касается интернета, действительно, сейчас, тут даже, мне кажется, не воспитание, а образование в школе, уже чуть ли не с младших классов, предполагает и компьютер, и интернет. Мы никуда от этого не уйдем. Но, значит, время в интернете должно быть ограничено. Дети могут бунтовать сначала, а потом они нам еще сами скажут спасибо. Как вы считаете, допустимо ли в воспитании телесные наказания? Вот если мы вспомним, на Руси детей пороли. Пороли дворян, пороли крестьян. Даже люди советского воспитания вспоминают, как в школе им били линейками по пальцам. И, кстати, мало кто обижен за это на учителей. Говорят, что отличное было воспитание, и мы благодарны нашим педагогам за это. Вот что можно сказать о физических, скажем так, воздействиях на ребенка? Ну, тут, как вам сказать, какого-то мнения церкви нет. Мнение церкви – это то, что мы находим в канонах, то, что мы находим в писаниях святых отцов. Это мнение церкви. А дальше уже можно говорить о мнении того или иного пастыря. Ну, мое личное мнение такое, что, кстати говоря, что касается советской школы, то все-таки у нас там были запрещены физические наказания. Но, знаете, как дать подзатыльник в некоторых ситуациях? Или там, я не знаю, там линейка немножко. Тут, как вам сказать, это, может быть, не нужно воспринимать как правило, но иногда, вы знаете, даже вот говорят, что вот ребенок как бы ждет этого. Прямо вот такая у него бывает какая-то возбужденность, он как будто бы нарывается на наказание, а потом раз – и успокоился. Я думаю, здесь нужно проявлять подход, как бы сказать, исходя из таких общечереческих ценностей. Может быть, опять-таки, обратиться к тому, что психологи нам советуют. Но это, как вам сказать, это такое вот… Знаете, как доза бывает, скажем, вещества, там, вот маленькая доза лекарства, а чуть больше уже яд. Вот. Если детей бесконечно наказывать, ну что, на страхе далеко не уедешь, так сказать. Да, они нас будут обманывать, будут вести какую-то двойную жизнь. Если мы будем на детей, например, орать, то они перестанут вообще понимать обычный язык. Ну, иногда прикрикнуть, да. Может быть, какой-то там подзатыльничек. Но это, как вам сказать, ну, в каких-то крайних ситуациях. Но, вот, например, я лично считаю, что культивировать физические наказания, это все-таки неправильно. И может очень вызвать большое у детей отторжение. И главное, это такие средства, которые не достигают вот цели. А давайте сейчас посмотрим нашу традиционную рубрику «Экспресс-опрос» и узнаем, что думают жители Одинцова о том, можно ли применять физическое наказание, воспитывая детей. Скажите, можно ли воспитывая ребенка применять физическое наказание? Конечно, нет. Надо, как бы, словами убеждать ребенка. И я так всегда с своими внуками. Я думаю, нет. Ну, потому что это будет влиять потом, когда ребенок вырастет. Это будет влиять на психику ребенка. Он будет немножко дерганным. Иногда можно шлепнуть слегка, чтобы ребенок, ну, понял. Ну, а в принципе, нет, конечно. Меня воспитывали, как положено, ремешком. Ну, я уже нет. Уже не так. Уже как-то воздействуем. Нет, я думаю, нет. Не стоит детей. Всегда можно найти подход к ребенку. А вас? Что мне? Вас не били? Да, нет, наверное. А как же вот нас воспитывали в наше время? То есть можно применять силу бить себя? Ну, не всегда. Это очень сложно, это вы вопрос как-то задали. Каждый выбирает сам для себя, как воспитывать детей. Мне кажется, физическое воспитание никакого результата не принесет. Это не собака же, не животное. Поэтому только любовью, лаской и очень терпением большим можно добиться результата какого-то. Вообще-то нежелательно. Так, но когда нас воспитывали, мы тоже в те времена воспитывали, приходилось и по попе шлепнуть. По-другому как? По-другому нельзя. Если легонечко шлепнуть, то, может быть, и можно, а бить, конечно, нельзя. Ну, считаю, что не надо менять физическое. Оно как-то унижает ребенка, что ли. Все-таки надо уговорить, надо поговорить сначала. Никогда не применял физическое наказание. По-моему, это прошло все давно. В истории осталось, когда били по рукам линейкой, там, прутьями и прочее. Ну, можно шлепнуть разочек. Ну, это не значит, что избить его можно, а чуть-чуть можно. Тебя шлепают часто, расскажи? Нет, не очень часто. Ты слушаешь? Только когда бабушка приезжает. Отец Алексей, вот если ребенка обижают в школе, обижают во дворе, как его защитить от этого, научить ли стоять за себя? Нужно ли ему уметь давать сдачи? Вообще, как правильно научить ребенка реагировать на такие выпадки в его сторону других детей? Тут, знаете, как я могу поделиться просто скорее своими мыслями, как вот родитель, да, с точки зрения христианской, конечно, отвечать злом на зло – это неправильно, да. Уметь сохранить свою честь и достоинство, защитить себя какими-то, ну, скажем так, нравственными способами – это вот идеал. Ну, я думаю, что пока мы к этому делу стремимся, конечно, защитить, допустим, слабого или там девочку, или, скажем, в какой-то ситуации за себя постоять, я думаю, это нормально, но, я не знаю, меня, например, мои родители этому не учили, как-то этому скорее ребенок может научиться сам. А вот объяснить, что вообще агрессия – это, ну, скажем так, не есть универсальное средство, вот, и что по большому счету кулаками спор не разрешить, вот это вот все-таки дело родителей. Существует мнение, что дети искупают грехи своих родителей, например, они плохо учатся или подвержены частым болезням. Это действительно так? Ну, знаете, это очень большая тема. Вот в Библии, в Ветхом Завете мы читаем, что Бог, говоришь, есть Бог, наказывающий до второго, третьего и так далее колена. В то же время, если в контексте читать, то по контрасту Бог говорит, что Он милует и благословляет, там, бесконечно, скажем так, распространяет наше потомство. Вы знаете, конечно, отражается жизнь родителей на детях, вот. И можно как бы даже не применять такие категории, как грех или наказание. Вы знаете, ну, условно говоря, если папа и мама пьют, ну, конечно, ребенок вырастет предрасположенный к пьянству, да. Но не всегда. Бывают очень приятные исключения. Вы знаете что? Мы же говорим о правиле, так сказать, да. Смотрите, себе пить и думать о том, что мой ребенок будет исключением, я думаю, это преступно, да. Лучше просто понимать, что мы в каком-то смысле, да, не просто за себя несем ответственность, а еще и за наших детей. Если курить, например, дома, то, конечно, дети, ну, скорее всего, подтянутся за сигареты достаточно рано. Вот. Потом, например, скажем, дедушка, бабушка, прадедушка или какие-то наши предки, о которых мы не знаем, да. Могут быть различные предрасположенности к зависимостям, к недугам и так далее, да. Вот. Сама обстановка дома, она влияет на ребенка, ее создаем мы. Вот. Вот. Поэтому дело, что, допустим, таинство исповеди, таинство прощения, оно способно изменить всю нашу жизнь. Какой-то такой вот фатальной предопределенности – это чисто языческий подход, то, что оно существует, да. Вот. Мы знаем, что Бог, когда Он хочет, побеждается естество чин. Это вот звучит библейская фраза во многих наших церковных песнопениях, да. Формально говоря, с точки зрения христианской, Бог не наказывает за наши грехи, там, допустим, наших детей. Но последствия, которые, так сказать, могут иметь наши грехи, да, они могут распространяться на наших детей. Отец, Алексей, а почему рождаются дети инвалиды, если родители не пьют, ведут православный образ жизни? Очень много знают таких примеров. И в то же время у пьющих людей абсолютно нормальные, здоровые дети. Почему такая несправедливость? Бывают различные исключения, бывают различные, конечно, такие достаточно сложные ситуации. Но мы не должны забывать, что мы не знаем, что происходило, например, с нашими предками, да, условно говоря, бабушку с дедушкой, да, мы помним. А что было с прабабушкой и с прадедушкой, да, или с какими-то прежними поколениями, этого мы не знаем, да. То есть, получается, что мы отвечаем все равно за грехи предков наших? Я бы сказал так, мы несем определенные последствия, да, но вообще мы живем в падшем мире, вот что надо нам не забывать. Что мы, как христиане, должны помнить, что не в наших, так сказать, силах построить на земле рай, да. Что мы рождаемся в мире, который уже поврежден первородным грехом. И видите, как говорил Достоевский, все за всех виноваты. В каком-то смысле вот эта вот обусловленность злом, которое люди по своему свободному выбору вершат и вершили в течение многих предыдущих поколений, она распространяется и на нас, да. Кто-то рождается слабым. Да, бывают случаи, когда мы не можем объяснить, да, в результате того, что Бог создал нас свободными, и хоть эта свобода, она и ограничена тем злом, которое люди творят, и которое уже, можно сказать, поселилось в мире, все-таки она присутствует. Да, люди очень часто свободно творят зло, а зло имеет последствия. И вот в порядке последствий такого универсального всемирного зла бывает, да, что абсолютно невинные дети, как и Господь Иисус Христос, не сотворил ни единого греха, но Он принял смерть во искуплении грехов всего рода человеческого. Как родителям принять тяжелую болезнь ребенка, онкологию или что-то вот такое страшное? Родители должны понимать, что какие-то вещи, которые не в нашей власти, они Богом по каким-то причинам попущены. Почему? Каковы здесь судьбы Божьи? Иногда постичь мы в этой жизни, пока здесь мы, так сказать, на земле находимся, не можем. Вот, какие-то вещи надо принять как крест. Конечно, это легко сказать, чтобы это все действительно осознать, нужно иметь глубокую веру, нужно общаться с духовником. Очень часто бывает, что и по вере родителей совершается чудо, и очень многие болезни, которые не могут исцелить врачи, так или иначе исцеляют Господь. Вот. Ну, нести свой крест и надеяться на милость Божию, я думаю, что… Но бороться же нужно до конца. Надо делать то, что в наших силах, то, что нам подсказывает здравый смысл, что как бы дает нам возможность использовать современное состояние медицины и так далее. Во многих семьях жизнь вертится только вокруг детей. Они стоят в центре, они такая негласная глава семьи, получается. Как вы считаете, это правильно? Потому что таким образом, наверное, нарушается какая-то семейная иерархия. Дети часто вырастают эгоистами. Какое место должен занимать ребенок в семье? Ну, вы правильно сказали, что нарушается некоторым образом иерархия. И, конечно, если детям вообще все позволено, если их балуют, вот, там, знаете, там, ребенок в песочнице, там, не хочет отдавать, там, игрушку, чтобы поиграл, там, какой-нибудь мальчик или девочка. Он говорит, правильно, и не отдавай своего. Вот. Понятное дело, что таких детей вырастут монстры, которые потом еще и отплатят за такое воспитание самим родителям, когда они станут старенькими и немощными. Потому что, действительно, такие дети вырастают эгоистами, и потом родители будут проливать горькие слезы и кусать себе локти. Говорят, мы же им давали все, а как же вот теперь, значит, они такие, даже просто по отношению к самим этим вот родителям впоследствии. Конечно, в семье должна быть иерархия. Да, вот сказано, что муж, он же отец, глава семьи. Да, он несет духовную ответственность. Мать рядом, создает уют, заботится, все вместе молятся, да. Какие-то духовные ценности реализуют, практикуют, показывают пример и прививают деткам, да. Вот. Понятное дело, что, конечно, кто, как не мы, вот родители, да, позаботится о наших собственных детях. И, конечно, если не будет авторитета отца, вот, если не будет у детей каких-то четких представлений о том, что можно, что нельзя, вот, то, понятное дело, что дети действительно вырастут эгоистами, просто даже моральными уродами. Ищите Царствие Божие, правда его. Надо любить Бога, любить друг друга, нести ответственность друг за друга и за деток. Когда все будет на своем месте, когда мы в воскресенье придем в храм Божий, да, когда мы будем понимать, что мы живем от причастия до причастия, от исповеди до исповеди, да. Когда мы будем понимать, что каждый день перед нами Господь ставит определенные выборы и предлагает нам определенные ситуации, когда мы можем сделать что-то хорошее. Вот. Тогда будем понимать, что, значит, и как в жизни является главным, что менее и так далее. И тогда все будет, будет Бог благословить и труды, и материальный достаток будет тот, который вот нам необходим. И дети будут расти радостными, счастливыми, видеть добрый пример родителей. Вот на этой позитивной ноте я вам предлагаю закончить нашу беседу, поскольку программа подошла к концу. Я вас благодарю за то, что пришли к нам в программу. Всего доброго и до свидания. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Всех еще раз с праздником и помощью Божьей воспитанием наших деток. А я напоминаю, что это был отец Алексей, настоятель храма, святитель Николай Вселексинин. Прослайте свои вопросы на почту info.sobaka1tv.ru или звоните по телефону 508-86-84. Ну, а я, Анна Макарова, с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!